Строители признаются, возвести новый корпус гораздо легче, чем отремонтировать старый. Но это историческое здание 1937 года постройки. Поэтому было принято решение год назад реконструировать его с тем условием, чтобы детей здесь занималось еще больше. В довоенные времена в этом здании располагалась электростанция. Спустя 26 лет его переоборудовали в спортшколу с бассейном. Собственно, с тех пор больше ремонта и не было. И вот в октябре 2017 по поручению главы города Анатолия Пахомова началась капитальная реставрация. Было выделено 120 миллионов рублей, только на один бассейн ушло 16 миллионов. Теперь он отвечает всем современным требованиям. А система фильтрации воды стала мощнее и качественнее. Историческая мозаика единственное, что осталось нетронутым. Полностью заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка, вентиляция, водоподготовки. Абсолютно новое оборудование современное, которое позволяет круглосуточно контролировать качество и температуру воды. Сегодня старт пловцам дал лично глава города. Эти ребята первыми опробовали дорожки нового бассейна. Их четыре в длину. Он остался таким же 25 метров, но стал чуть мельче. Причина проста. Прыжками в воду в Сочи интересуются гораздо меньше, чем плаванием. Гева Кулик 6 лет занимается плаванием. Не раз участвовала и в городских и краевых соревнованиях. Мы здесь уже не плавали где-то год. И он очень сильно изменился. И приятно видеть его таким новым, обновленным. Открытые двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. Виктория Тофт плавает с 2012 года. Все получается, говорит ее бабушка. И даже делает снимок на память с главой города. К ним присоединяются и другие участники торжественной церемонии открытия второй спортшколы. Если раньше детей занималось чуть больше 700, теперь здесь 1200. И число желающих попасть в секции плавания, гимнастики и баскетбола увеличивается. К тому же у школы богатая спортивная история. Здесь начинали свой славный путь обладатель первой олимпийской медали среди советских пловцов Харис Юничев, бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико Владимир Немшилов, серебряный призер Кубка Европы 1975 года Виктор Алявьев, заслуженные мастера спорта по баскетболу братья Захар и Евгений Пашучины, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Кондакова. Мы намерены продолжить работу по не только строительству новых спортивных объектов, а это у нас происходит почти каждый год. И даже сейчас после чемпионата мира по футболу, в наследство от чемпионата мира по футболу нам достанется три футбольных поля, и мы надеемся, что две тысячи наших школьников дополнительно получат возможность заниматься футболом. Кроме этого, мы намерены продолжать реконструкцию существующих, действующих спортзалов. Следующей в очереди на реконструкцию – спорткомплекс с бассейном на улице Юных Ленинцев. Там ремонт начнется в следующем году.